Дорогие друзья, с вами мистер Чир и у нас сегодня очередной прогнозик на матч Швеция-Россия. Здесь, я думаю, будет очень интересный матч и команды покажут лучший хоккей на этом чемпионате мира. Хоть для нас этот матч ничего не решает, я думаю, все-таки Россия, если хочет выиграть, а точнее Россия этот чемпионат должна выигрывать. Она не должна проигрывать ни одного матча, поэтому победа сборной России в основное время 93% на это даю на проход. Вот, шведы, я думаю, займут, получается, где-то вторую-третью строчку, в зависимости от того, как сейчас играет Чехия-Швейцария. Вроде как швейцарцы там 1-0 выигрывают в первом периоде, вот как раз-таки в это время я и записываю. Ну, а мы с вами поиграем матчик. Здесь Швеция в основном составе, все игроки из НХЛ, я имею ввиду в игре. Поэтому нам будет посложнее. Нам нужно не оплошаться, как со сборной Швейцарии. И вообще в матче Россия-Швейцария, Россия доставала проблемы нашему вратарю. Если бы не голкипер, я думаю, счет бы был не такой радужный для нас, как сложилось в реальности. Могли бы мы и проиграть. Неплохо. Швеция начинает эту встречу. Кнестер Афмалкиен на Григоренко. Григоренко на Синюю. Сергачев, подставленная клюшка, Лунквест. Да, я еще раз напомню, здесь играют все игроки, которые есть в НХЛ. Шайба уходит за пределы площадки. Вбрасывание у наших ворот. Главное не удаляться, как удалялись наши игроки в матче со Швейцарией. Именно эти удаления и являлись той ошибкой, которая давала швейцарцам атаковать гол Овечкина, который мы ждем и в реальности. Хоть его там хейтят, я вижу во многих комментариях вконтакте и во многих обзорах матчей. Но Овечкин выполняет большую работу. Он и прессингует, и играет в обороне, и силовые приемы от него почти в каждом матче красивые есть. Так что он нагнетает хорошую обстановочку и не дает расслабляться сопернику. А то, что он не забивает, не забрасывает, есть ошибки и в передачах на него. Я, конечно, понимаю, что все игроки у нас высококлассные. И все пасуются довольно-таки хорошо, но не в случае с Овечкиным. Куда-то в конек постоянно. То в борт передача идет. Капризов. Но здесь его, конечно же, встретили. Бэкланд. Нифига себе ты ушел. Спрятался, можно сказать. Василевский пропускает. 1-1. Не перекрыл низ. И шайба как раз-таки под щитком и залетает. Ну, что поделать. Сейчас выходит наше лучшее звено на этом чемпионате мира. Которое, я думаю, зарешает Задоров. Взять шайбу. Куча раф. Что же они вытворяют с Гусевым? Это просто нечто. Бросок. Ай, не дали бросить. Кучера в силовой. Задоров. Удаление будет. Ай-яй-яй-яй. Вот они. Вот они, удаление непонятное зачем. Кузнецов. Убегаем. Кузнецов. 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 Кузнецов Евгений. Ну, никто не встретил почему-то. Евгения Кузнецова просто прошелся, свернул на пятак. Вокруг было три игрока, и никто даже не постарался эту шайбу отобрать. 8.53. Остается до конца первого периода. Вот смотрим. Три игрока вокруг, и никто у него эту шайбу не отбирает. Окей. Мы до сих пор, кстати, в меньшинстве. Но пытаемся. Гавриков. Кирилл. Капризов. Анисимов. Хороший перехват. И можно убегать. Не получилось отдать точную передачу. Карлсан. Капризов. В обороне. Сергачев. Убегать. Анисимов. Не дали опять бросить. Анисимов почему-то не дают бросать. Перекрыть, Василевский. Хорош. Григоренко. Додонов. Додонов. Первое звено. Ай-яй-яй-яй-яй. Ошибки, ошибки, ошибки. Орлов. Зайцев. В смысле, Малкин или кто там? А, там. Ковальчик был в сайте, я понял. Зайцев. Неплохо. Ну и где? Где игроки на пятаке? Штанга. Четвертое звено наше. На льду. Считайте, что там где-то есть Телегин. Но его как бы тут нету. Воображение. Зибанижат. Последние минуты первого периода. Долин. Экман Ларсен. Восемь секунд. Закрыть. Не дать бросить. Все. Конец первого периода. Счет у нас один-два. Мы ведем. К броскам три-восемь. Всего лишь три броска. Из них две заброшенные шайбы. Вот это результативность. Не стирав. Григоренко. Не стирав. Григоренко. Ну почему, Малкин, ты не взял эту шайбу? Не стирав. Забрать. Не брос. Не очень удачная передача. Сергачев. Додонов. Нестеров. Не стирав. Третий. 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 Не дать. Аккуратно. Нестеров хорош. Нестеров поднял сейчас. Клюшку соперника на пятаке и не дал ему бросить. Малкин. Малкин. Ой-ой-ой. Овечкину опять в конек дали пас. И опасно. Орлов нужно догонять. Мимо. Кузнецов. Кузнецов. Овечкину. Овечкин. В ближний угол. Потому что нужно было все-таки в противоход бросать. Зайцев. Овечкин помог в обороне. Ну, посмотрите, как он отыгрывает назад. Просто шикарно. Самое результативное звено. Пока у нас самое результативное звено. Это Овечкин, Кузнецов и Капризов. Кучеров. Кучеров поскакал. Кучеров. Передача. Гусев. Конечно, было бы лучше, если бы наоборот, да, там было. Гусев отдавал на Кучерова. И Кучеров бы с удобной руки там бросал бы. Анисимов проигрывает бросование. Гусев. Хорош. Ну, сразу же. Сразу же двое ворвались на него. И шайбу эту отобрали. Гавриков. Ускорится в оборону. Анисимов. Бросок. Просто с кистей. Не напрягаясь. Выиграть бросование. Да ладно. Что у нас с точкой? Какая-то беда. Жестко-жестко. Но не дали бросить. Ковальчук. Еще один силовой. Брежний угол. Василевский хорош. Да, что ж такое-то. Ну, шайба вышла. Это слава богу. Клинберг. Сергачев. Вот оно, первое удаление. А нет, второе получается. У нас уже удаление. Ну, окей. Кузнецов-Додонов выходит. Кузнецов проигрывает. Брасывание. Додонов. Аккуратно. Перекрываем. Василевский хорош. Оставляем одного там на дальний. Василевский. Красавчик. Шведы вчера играли со сборной Латвии. И умудрились выиграть только в овертайме. Вроде как 5-4. Ну, это, конечно же, странно очень. Мне показалось, что шведы как-то не очень были сосредоточены в этой игре. Особенно в третьем периоде, где они сначала вели. 2-1. Потом они уже... Опа, 2-2. Потом они оказались догоняющими. 3-2. Потом они вышли вперед. 4-3. И оказалось, что матч в основное время завершился счетом 4-4. Вот так вот. И Нестеров! Василевский аккуратно. Бросок. Василевский. Очень мало бросков. Нужно побольше бросать. Четвертое звено у нас. И вновь шайба просто не доходит до игрока. Последние секунды пошли. Вновь. Равный счет. Василевский. 8-14 по броскам. Ну, шведы перебросали нас. Это да. Так может случиться, кстати, в реальности. Если что. Нестеров. Вперед. Хорошо. Григоренко. Вернул на Нестерова. Нестеров бросает. Додонов силовой. Шайба у нас. Шайба у нас. Шайба у нас, я говорю. Пустой угол. Просто шикарно разыграли. Додонов. Отправил шайбу уже в пустые ворота. Хорош. Интересно, с передачи кого? Вроде как Григоренко там был. Именно Григоренко отдавал эту передачу. Да. Григоренко прорвался. Отдал пас. И там уже. Нужно было только попасть. Остается тоже звено на льду. Григоренко. Сам пошел на ворота. Нестеров. Попадает в кого-то из своего. Вроде в Додонова. До Додонов. Форсберга остановить. Эриксон. Все нормально. Все под контролем. О-май. Кузнецов. Он любит входить в зону сам. Отдает Овечкину. К Зайцеву. И Орлов. Он может. Он может. Орлов. Назад. 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 Неплохо. Закрыли. Ух. Василевский. Хорош. Жесткий силовой. От Овечкина. Там аж клюшка сломалась у кого-то. А не Симав. А не Симав. Овечкин вновь мог сейчас силовой делать. Василевский. Кучеров. Выет ли там Гусев? Овечкин остается. Передача не пошла из-за сломанной клюшки, которая лежала. Проброс. 9.27 до конца встречи. Должен сохранять счет. А не Симав. Ой-ой. А не Симав. Кучеров. Кучеров. Удаление. Удаление у шведов будет за 8 минут до конца основного времени. Поэтому нам нужно сейчас выиграть вбрасывание. Что мы не делаем. Хорош. Григоренко. Гусев. Хорошо. Кузнецов. Двоих на себя стянул. Передача на Кузнецова. Кузнецов. 40 секунд остается. Гусев. Есть шанс. Развернулся. Кузнецов. Отдал. Кузнецов. Вышел уже. Получается пятый. Ломается клюшка. Кузнецова. Он пытался подставиться. Под этот бросок. Гусев. Сергачев. Овечкин. Овечкин появился на льду. Врывается в зону. В ближний угол. Нет. Сергачев. Василевский. Молодец. Закрыл ближний угол. Может быть передача на дальний. Аккуратно. Передача на дальний. Штанга выручает нас. Жесткий силовой. Удаления не будет. Две минуты до конца. Шведы поддавили. Шведы сейчас буквально через 30 секунд могут выпускать шестого полевого. Мы не можем никак выйти из зоны. Бросок. Еще один Василевский. Малкин на Овечкина. Овечкин. Обратно на Малкина. Малкин. Передача на дальнюю. Развернулся. Малкину не дали. Все. Сейчас будет смена воротаря. Если они конечно войдут в нашу зону. Да. Смена воротаря происходит. Василевский. Ворота сдвинуты. Вбрасывание будет в центре зоны. В центре площадки. Окей. Пустые ворота до сих пор. Проигрываем вбрасывание. Опасно. Опасно. Василевский. Не проходит пас на Ковальчука. Шайба. Шайба вышла. Хорошо. Не стал я бросать. По пустым воротам. Мне кажется это может быть быть зря. Это победа. В минимальном счетом. Но победа. Додонов Кузнецов. Лучшие игроки нашей команды. Очень мало бросков. Как я и говорил. Всего 4 броска было. За 3-й период. Это очень мало. Это очень. И 9 бросков. От шведов. Но. Это помогло нам выиграть. Спасибо всем за просмотр. Напоминаю. Чистая победа сборной России. Матчи Россия-Швеция. Увидимся. Пока.